Какие темы, на Ваш взгляд, являются наиболее актуальными для журналистов сегодня? Темы? Знаете, мне кажется, то, что беспокоит конкретного человека. Когда я говорила о том, что я попыталась сделать газету одним из механизмов жизнедеятельности региона и интерактивной, то я упустила такой момент, что мы очень много работали с обращениями людей. У меня не было никакой бюрократии. Достаточно было позвонить по телефону, который мы рекламировали, обычный телефон, сотовые телефоны, либо прислать смс. Это все публиковалось в газете. Вы знаете, что в Беларуси есть указ президента о реагировании на критические выступления в средствах массовой информации. И чиновники себе не позволяли не решать эти проблемы, эти вопросы. Сталкивались мы определенное время, были трудности с Гродненским горосполкомом, которые на такие обращения людей давали ответ. Вот будет двор с асфальтиром ваш, предположим, в первом квартале 2014 года при условии наличия средств. Вроде ответили, а вроде как и не ответили. И с губернатором, это учредитель наш облсполком, областной совет депутатов, но, соответственно, и горсполком тоже был с городским советом депутатов, учредителями. Я нашла союзника в лице председателя облсполкома Семена Борисовича Шапира, и мы эту ситуацию переломали. Мы добились конкретных ответов на конкретные вопросы, а дальше уже газета могла проконтролировать, выполнено или не выполнено. И строго спрашивать соответствующих структур. Одно время, это последний был период моей работы, Гродненская правда взяла достаточно критический уклон, но это не потому, что мы хотели показать недоработки власти, еще что-то. Все факты были выверены, проверены. Объективность и точность – это один из подходов, критериев в нашей работе. Просто мы хотели подсказать власти, где есть нерешенные проблемы. И ситуации были, знаете, даже у меня такие критические публикации, после которых потерял работу председатель райисполкома. Но в моей статье говорилось так, что если такие тенденции в районе будут продолжаться, то не исключаю, что будут кадровые перемены. Когда не услышано было мое пламенное слово, так, в общем-то, и случилось. То есть я не хочу сказать, что в этом есть нечто хорошее. Но то, что газета должна быть актуальной и максимально приближенной к человеку, к его духовным потребностям, на сегодняшний день, мне кажется, так.